Дарья Пикалова любит начать свой день с прогулки на набережной. Девушка учится в медицинском и знает, насколько важно следить за своим здоровьем. Не упустила возможности проконсультироваться со своими будущими коллегами. Чем раньше доктор говорит нам о каком-то заболевании, о наличии какого-то заболевания, тем раньше мы можем начать лечение и, следовательно, есть возможность раньше излечить болезнь. Одно из частых онкологических заболеваний – меланома или рак кожи. За прошлый год по области ее диагностировали у 800 человек. Развивается в большинстве случаев от вредного воздействия солнечных лучей, поэтому палатку для консультации установили на набережной, чтобы предупредить самарцев тщательнее следить за здоровьем. Но это не значит, что от солнечных ванн нужно отказаться вовсе. Достаточно следовать некоторым рекомендациям. Можно, конечно, наслаждаться солнышком, и это нужно делать, но соблюдая такие простые правила, как носить одежду, которая максимально защищала бы нас от солнечного излучения, головные уборы, солнцезащитные очки. Люди, которые имеют светлый тип кожи, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. Выдержаться от похода на пляж нужно и в часы солнечной активности – с 11 утра до 4 часов дня. Особенно это касается детей до 3 лет, людей со светлой кожей и обладателей большого количества родинок на теле. Именно родинки – главный показатель развития заболевания. Но не все. Изменение формы и цвета уже существующих пигментных пятен – знак, чтобы обратить внимание и пойти на консультацию к онкологу. Во время таких уличных осмотров на прием к специалисту отправляют почти каждого пятого. Наша основная задача – выявлять на ранних стадиях. И на сегодняшний день уже доля выявляемых на первой и второй стадии составляет по итогам первого полугодия 63%, что выше от среднероссийского. Среднероссийский – 59%. Медики во время консультации на открытом воздухе призывают горожан к здоровому образу жизни. А это лучший способ снизить риск развития заболевания. Мария Левина, Сергей Баскин. События.